Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос просто, то ответ будет, наверное, таким, что при любовной зависимости работа идёт с самооценкой, ну, вот, вашей самооценкой. Работа идёт с чувством собственной значимости, работа идёт с личными границами, с принятием себя, вот, и со драком и одиночеством. Это если говорить вот так, на скидку. Это если говорить вот так, значит, ну, чисто, чисто исходя из опыта. Чисто, чисто исходя из того, как ведётся работа с любовной зависимостью. Вот. Но индивидуальный подход, да, индивидуальный подход, индивидуальный аспект гораздо важнее. И... у вас ведь не просто так... появилась эта зависимость. То есть очевидно, что есть какие-то вот у вас потребности, очевидно, что есть какие-то у вас желания. Потому что вы слишком сильно переживаете. И со всем этим нужно разбираться. И так. Вы пишите, в общем, мы расстались с молодым человеком год назад. А... Из-за чего расстались с молодым человеком? То есть, что послужило для вас, ээээ... То есть вот, ээээээ... То, что нужно... ...определить... ...в первую очередь. А... Из-за чего вы расстались с молодым человеком? То есть, что послужило для вас причиной расставания. Это нужно определить, потому что причина расставания позволит вам определить, где у вас трудности, в чем у вас трудности и так далее. Дальше. У меня была к нему чуткая зависимость, его поступки и слова влияли на мое настроение. Смотрите, Дарья, если ваши, если его слова и поступки влияли на, как вы говорите, ваше настроение, то это, ну, как вы, наверное, я надеюсь, сами понимаете, это неуверенность в себе, в первую очередь. И необходимо определить, почему такое стало возможным. то, что какой-то человек влияет на вас. Ведь вы не будете отрицать того факта, что произошло это не случайно. Дальше. Значит, это была моя первая любовь. Меня никто никогда так не цеплял, как он. Ну, смотрите. Первая любовь это, как правило, влюбленность. Как правило, это идеализация человека. Как правило, это приписывание ему тех качеств, которые вы хотели бы видеть в себе. Вот. То есть, с тем, что такое любовь для вас, как вы ее выражаете, и что вы чувствовали к мужчине, тоже нужно вы, эээ, разбираться и тоже нужно выяснить. Вы пишите, меня никто никогда так не цеплял, как он. Я допускаю, но чем же он вас зацепил? А самое главное, что здесь ведь речь идет. Если вы присмотрите, внимательно присмотрите к себе, речь идет, ведь о вас, речь идет именно о вас, речь идет именно о том, чего вы хотите. Речь идет именно о том, что вам нужно, речь идет именно о том, чего вы желаете. Речь идет именно о том, что вас зацепила. А давайте раскроем. Давайте раскроем несколько подробнее, что вы вкладываете в это понятие зацепила. Вот, серьезно, что вы в это вкладываете? А почему не цепляла раньше? Дальше. Когда мы расстались, когда мы расстались, он, конечно, причинил огромнейшую боль. Но я забыл, когда уехал от границы. Ну, я, пожалуй, не удержусь и спрошу вас, а почему, конечно, причинил огромнейшую боль? Из чего эта боль состояла? Дальше. То есть, как бы, вот что она из себя представляла? Это боль. Боль по поводу чего? Чего вы лишились? Мне кажется, что здесь очень важно вот это для себя понять, определить, что такое боль. Что она из себя представляет? Это боль. Боль. Здесь. Конкретно здесь. На мой взгляд, это предельно важно. Если мы, опять же, хотим, да, разобраться с тем, что происходит с вами. Дальше. Так, я забыл, когда уехал от границы. Впечатливый. Здесь надо сказать, что вы, ну как, наивно, наивно слишком. То есть, а вы наивные, значит, потому что думаете, что можно забыть. На самом деле, забыть как раз нельзя, потому что память, она, воспоминания из памяти никуда не деваются. Именно воспоминания, они остаются, но то, что вы забыли, говорит о том, что вы избежали, избежали от проблемы, по сути, вот. И не решили ее для себя, вот. А это, серьезно. Это серьезно. Это очень серьезно. На мой взгляд, по крайней мере. Поэтому, тут, тут вы, как бы, ну, тут вы, совершили оплос. Вы пишите. Папом приехал, а он предложил встретиться как друзья. Я не очень, опять же, понимаю. Да, я не очень, опять же, понимаю. То есть, если вы говорите, что вы уехали за границу, то зачем вернулись? Особенно, если говорите, что сейчас такой возможности нет. Вот. Дальше. Вы говорите, что если вы забыли, если вы забыли, то почему же вы начали трястись, как бы, когда он позвонил и думали, что у него остались чувства. То есть, то есть, получается, получается, что ничего вы не забыли? И, получается, что вы себя обманывали здесь? От проблемы вы сбежали. Дальше. Дальше. Так. Так. Как и во время отношений для трястили руки, я вся волновалась, тряслилась. Я думал, у него остались чувства. Если вы думали, что у него остались чувства, да, то почему же вы так тряслись? То есть, почему вам так важно было, чтобы у него остались к вам чувства? Почему для вас это так было важно? Чего вы хотели? То есть, вам ведь, очевидно, что-то было нужно. Вам важно было, что у него остались чувства. Не у вас, а у него. Вам, поправьте меня, если я ошибаюсь, ваши чувства, вам ваши чувства причиняли боль. Вам ваши чувства не так нужны. Вам важно, чтобы у него были чувства. Верно? Именно поэтому вы тряслись, появилась сверх мотивация. Сверх мотивация. Вот. Появилась сверх мотивация, значит, как бы с ним встретиться. Зачем? Вопрос. Для чего? Чего вам так не хватало? Подумайте. Вот здесь и кроется, как бы, ответ на ваш вопрос. Здесь и кроется ответ на ваш вопрос, как вам взглянуть на мир другими глазами. Дальше. Так. Потом встреча. Он сказал, что за время расставания он уже полюбил другую девушку и стал со многими, но якобы у него остались чувства ко мне. Хорошо. Он это сказал, но для чего он вам это сказал? Зачем он звал, к примеру, вас на встречу? Для чего он звал вас на встречу? Чтобы это сказать? Просто, чтобы это сказать, это странно. Опять же, смотрите, Дарья, история такая, что он, вы говорите, что он вам предложил встретиться как друзья, а вы думаете, что у него остались чувства. То есть здесь противоречия наблюдаются. А потом он сказал, что ему пофиг и было скучно. Всегда обманывал. И вы ему поверили. Почему? Почему вы поверили ему? Вы поверили ему потому что? Вы сами в себе сомневаются? Вы поверили ему потому что вы сами в себе не уверены? Вы поверили ему в том, ну, вот вы говорите, да, что у меня, у меня чуть сердце не остановилось, не случайно. Вероятно, вы о себе так думаете, что с вами скучно, что с вами интересно, что вы ничего не значите, ну, бедный, например, мужчин, бедный молодой человек, к примеру, иначе бы вы вспомнили бы, как вы гуляли, как вам было хорошо, ну, вот, как, как вы говорите, да, вы гуляли, и это не было чем-то скучно, понимаете? То есть, вы, вы, как никто другая, знаете, как мужчина себя чувствовал, чувствовал и вел, вы знаете, что он ощущал, но при этом почему-то все равно поверили ему, поверили в то, что ему было с вами скучно. И у меня вопрос только, опять же, да, как вы себя воспринимаете далее? вот насколько вы условно любите себя, насколько вы цените себя, к примеру, к примеру, это достаточно важный момент, потому что ваше отношение к себе переносится на отношение с партнером. Вы пишите, у меня, конечно, чуть сердце не остановилось. Дарья, а почему конечно? Вот опять же, да, вопрос к вам у меня. Почему вот это конечно? То есть, откуда это конечно взялось? Вы считаете, что отношения так строятся? Я скажу вам совершенно точно, что нет. Отношения строятся не так. Отношения, если они объективно здоровые, они ориентируются ну на, в первую очередь, на другого человека. Вот. Дальше. До его появления, пиздевы, все было в порядке, но я постоянно ждала, ожидала его, что он вернется, что любит. Вот ожидания Стеркин, по-прежнему меня не любит, ничего уже не может быть. Скажите, Дарья, а как у вас соотносится вот то, что вы говорите, что все было в порядке у вас и то, что вы его ждали? Причем, ну вот, что вы его ждали, что думали, что любят и так далее. То есть здесь, ну, не вяжутся как-то. Не вяжутся как-то эти два момента, на мой взгляд. Дальше, значит, ожидали, что он вернется. Почему ожидали, что он вернется? Зачем? Откуда ввелись ожидания, что он вернется? Для чего? Что любит? Для чего? Почему вам так важна его любовь? Не ваши чувства, не ваши отношения к нему, а его любовь? Что вам давала его любовь? Ожидание стерки, он по-прежнему не любит, у меня ничего уже не может быть. Знаете, у меня такое отчаяние на душе депрессии, уныние, как будто мир рухнул, как будто жизнь закончилась. Все так, потому что сами по себе, сами по себе в отрыве от мужчины, условно говоря, вы не чувствуете для себя сколько-нибудь цены. Вы отрицаете свою собственную ценность, вы отрицаете то, что с вами в порядке. И вы, вы не реализовываетесь, вы не реализовываетесь, вы не раскрываете свои желания, свои способности. Вот. Я не знаю, к сожалению, сколько вам лет, но чем вы увлекаетесь? Чем вы занимаетесь? Вот на данный момент, сейчас, чем вы увлекаетесь? И чем занимаетесь? По какой причине мужчина, вот, такое сильное значение на вас, сильное влияние на вас оказывает? По какой причине? У этого же есть причина. Вот. Вы говорите, что все, у вас жизнь закончилась, как будто. А кроме него у вас в жизни ничего больше нет? Вот. Кроме него у вас в жизни ничего больше не существует? А как так вышло? Так давайте поищем. Давайте посмотрим, давайте поисследуем, вот, что может быть. То есть давайте поисследуем, чего вы хотите. Вот. Давайте. Вы понимаете? Это можно сделать, это все решается, это все корректируется. Вот. Понимаете? Какая штука. Было бы желание с вашей стороны. Вы ищите кого-то, вы ищите сейчас кого-то для того, чтобы чувствовать себя кем-то. А нужно, пожалуй, просто быть кем-то. Для этого нужно рассматривать ваши внутренние противоречия, которые у вас, ну, безусловно, существуют сейчас. На данный момент. Дальше. Значит. Так. Я начала смотреть на мир глазами прошлого, потому что нет ничего в настоящем и в будущем. Словно через призму, как будто вот только вчера мы гуляли, как год назад опять даже музыка, я словно в яме сижу, погруженное в прошлое, одинокое, словно что-то закончилось в этом городе, где все напоминает о нас. Заметили, да, что везде есть только мы. Нет, я. Есть мы. Я нет. Я и он, нет, есть мы. То есть вы как бы пытаетесь здесь можно сказать слиться с человеком. Вы пытаетесь слиться с человеком, вы пытаетесь полностью раствориться, ну или погрузиться в него, если угодно. Поэтому везде, а что сами по себе вы значите, как сами по себе себя вы идентифицируете, как вы чувствуете, что вам нужно, чего вы хотите. Какие вообще ваши желания в жизни. Я уверен, что разбор этого позволит и вам, и нам лучше понять, что послужило причиной такой реакции, что послужило начало любовной зависимости. Вот. Но, как правило, это страх одиночества и идеализация спортсменов. У меня окна выходят на лес и, ей богу, я как будто старая женщина, которая предстоит ходить по одной и той же дороге всю жизнь в одиночестве до смерти. Ну, правильно. Правильно. Смысл жизни, кроме как вот другому человеку, у вас нет. Это означает, что, еще раз, вас не ценили и вас не увольняли. И вы себя не цените, и вы себя не увольняете. Вы не отделяете себя от других. Да? Вот. Вы боитесь одиночества. Одиночество есть смерть, по вашему мнению. Одиночество – это не принятие себя. Вот. Помогите, прошу, как посмотреть на меры другими глазами. Ну, для этого нужно изменить вашу глубинную установку. Так просто на меры другими глазами вы все посмотреть не сможете. Как избавиться от этой живской зависимости к нему, сцепляющему меня до сих пор? Поработать над своими подремностями, над теми, что вы пытаетесь через эту зависимость восполнить. Это можно выяснить только на личной консультации и только в процессе работы. Вот. Любовная зависимость – это не та история, которая решается просто одним каким-то советом. Нужен анализ вашей жизни. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!